Всем привет! С вами проект «Узнай автора» и я Елизавета Курдикова. Шел смерть Никитка, смотрел в голубое небо и думал. Хорошо на земле, благолепно, а наверху еще лучше. Ни тебе людей, ни бояр, ни холопий, всякому вольно, словно птицы. Лихо бы досягнуть. Стайка журавели с курлыканьем потянула в вышине. Холоп смотрел им вслед и думал себе, что будет время, и человек поднимется вот так же в небо и полетит, куда захочет, вольной птицей. А он, Никитка, прежде всех. Может, и не минит и месяца, лишь бы царь его пожаловал, послушал. Станется такое дело. Не страшен ему будет и господин его боярский сын Лупатов. Улетит он от батагов туда, где его не достать. Не только что боярскому сыну, а и самому Малюте. Так весь день, наедине со своими думами, шел Никитка, подвигаясь к слободе. Переночевал он у мужика в попутной деревеньке, покормился и опять ударился в ход. Только на другой день к вечеру миновала дорога, и из-за лесу засверкали кресты слободских церквей. Прошел еще, и вся слобода выступила словно на ладони. Запестрили вехи теремов, засветили на солнышке следяные окна, поднялись темные вышки, стены и кованые ворота. Сжалось сердце усмерть от смутного страха, похолодели руки и ноги. Темин и страшен грозный, ничего его не тешит. Взвал было шутов, потешников, скоморохов, да сам же указал проводить их плетьми, и те выскочили от него негорюхой. Сказочникам указал прийти, да не стал их слушать. Чего? В застенок? Не пошел на пытки. Даром заплечные мастера прождали во всем наряде. Один-одинешник ходил он из палаты в палату, метался, будто зверь в клетке. Сунулся было к нему Малюта, и на него царь замахнулся палкой, и тот еле унес ноги. Этот писатель происходил из древнего дворянского рода. Родился в Киеве. Переехав в 1879 году в Петербург, активно включился в работу общества любителей древней письменности. Собирал древнерусские и российские легенды. В 1879 близко познакомился с Достоевским. Был также знаком с Тургеневым. Одно время работал в газете «Провинциальный вестник» и «Русский вестник». Он записывал песни, сказки, народные обычаи о 80-е годы XIX века, изучал памятники древнерусского искусства. С 90-х годов жил в родовом имении Максимовское, Рыбинский уезд, ныне в зоне затопления Рыбинского водохранилища в Москве и в Москве. Имение Максимовское является местом действия его автобиографической повести для детей. В конце жизни, ослепнув, стал это удалить. Всё. Всё. Всё.